Пять очков преимущество над ближайшим преследователем. Лидер чемпионата Ульяновска по меню футболу среди клубов Суперлиги Мобирейт МЧС заключительный тур первого круга проводил в приподнятом настроении. Его соперник Контактор еще пару недель назад шел вторым, но несколько сдал позиции, потеряв из-за дисквалификации своего главного нападающего Ивана Кузнецова. Теперь форвард вернулся в строй и жаждал поправить дела команды. Конечно, ждали. Он, безусловно, усиляет нашу команду, и он добавляет только сил и эмоций. И, ну, в принципе, человек профессионал, и он очень сильный как человек, как игрок. Посмотреть матч Мобирейта и Контактора пришли сотни болельщиков. Прогнозов от них было хоть отбавляй. Например, лидер Большой Волги и мини-футбольного ПСК Марат Сафин делал ставку не в пользу лидера чемпионата. Думаю, в этой игре Контактор победит. Почему? Я не знаю, но должны, Мобирей должен очки потерять, что-то для сохранения интриги. Готово! Разбивать предположения Сафин Мобирей тринулся уже с первых минут матча. Одним из самых активных в составе оранжевых был Юрий Абдулхаков. Со штрафного он попал в перекладину ворот голкипера Дмитрия Долгова. Вратарь едва перевел дух. А тут-ка тут Юрки и Александр Попов. Ростом невелик, но проворности хватит на двоих. Удар с острого угла и мяч от штанги в воротах. 1-0. Мобирей. Не прошло трех минут, а поздравление уже принимал опытный Сергей Савичев. Он не просто выиграл столовую борьбу у защитника, но и успел пробить в дальний угол. Команда хорошая. У них не так много слабых и сильных. Просто у них идет ротация вратарей. И вот на этом мы делали акцент, что как бы вратаре у них не... Не каждая игру играет. Поэтому просили побольше бить. Ну и в принципе выполняли установку тренера. И даже на двух мячах Мобирейт не остановился. Простой ввод мяча из-за боковой превратился в третий гол. Его автором стал Виктор Злыдарев. Как и Савичев, он также выиграл столовую борьбу у оппонента. После чего осталось катнуть мяч в пустые ворота. Первые 15 минут лидер чемпионата провел сверхударно. 3-0. Каждый раз, если вы смотрели статистику, мы настраиваемся на первые 7-10 минут, чтобы оптимально провести атаку и сыграть от обороны, чтобы можно было забить, не пропустить. То есть вот, например, с ПСК у нас это не получилось. Мы с ответом потеряли очки. Здесь наоборот все получилось. То есть мы пошли, забили три быстрых гола, сыграли в свою игру. Однако главные испытания Мобирейта только начались. Еще до перерыва контактор успел один гол отыграть. Это Константин Убаськин четко реализовал пенальти. После чего команда предоставили 5-минутный отдых. Мобирейт проделал его, как обычно, на скамейке запасных. А контактор удалился в раздевалку. Мы решили уединиться и в спокойной тишине, в атмосфере поговорить, где нужно добавить, где нужно сыграть посмелее, пожестче, чтобы забить голы, чтобы сравнить счет. 25 минут было у контактора, чтобы реализовать задуманное. Удалось только наполовину. Аккуратно на экваторе тайма уступающая сторона получила право на штрафной. Его взялся исполнять и задолдавшийся по футболу Иван Кузнецов. Под его мощный прострел подставил ногу Анатолий Яшин. 2-3. Если будет тяжело, плачащик его меняться. Контроль хороший. Не надо друг друга приводить. Здесь тырками, пырками этим. Спокойно, хороший пас, четкий. А на той половине обыгран. Есть прихват по команде, значит идем прихват. В концовке встречи контактор устроил даже штурм. Но Мавирейк не только сохранил преимущество в один мяч, но и был близок четвертому своему голу. Правда, Вячеслав Привылов не реализовал дабл-пенальти. Впрочем, неважно. Счет 3-2 и так в пользу оранжевых. Это их восьмая победа в чемпионате. Ну, конечно, обидно. Мы уже какую игру проигрываем в один мяч, поэтому всегда так обидно. Ну, сейчас как бы предновогодние праздники, сейчас потом Новый год. Самое главное не расслабиться. Поймать в Новом году также свою игру, я считаю. Не расслабиться. Опять же, морально понимать, что у тебя еще целый второй круг. То есть не смотреть назад то, что мы выиграли 8 игр из 9. А в каждой игре настраиваться. Настраиваться так же, как на каждую игру просто. И все. Я думаю, что все получится. Но круг еще будет упорным, я думаю. Девятый тур по большому счету обошелся без сенсации. Смена безропотно уступила УМЗ 3-10. При этом форвард смены Александр Костенко, забив два гола, возглавил гонку бомбардиров. Также ожидаемо юниор уступил ПСК 0-4. При этом Марат Сафин, не угадавший исход матча контакта Ромбирейд, не смог реализовать пенальти. Уверенной победы над Штальбургом добился и Симбирск 6-2. И лишь в матче Кристалла и Платона была нешуточная борьба. Ее исход на 47-й минуте встречи решил точный удар Сергея Ахмеда. ПСК выиграл 1-0. Таким образом завершился первый круг чемпионата. Его уверенно выиграл Мобирейд. 8 побед при всего одном поражении. Ближайший преследователь ПСК отстает на 5 очков. А дальше все очень плотно. 5 команд, в числе которых уже и Симбирск, расположились в двухочковом диапазоне. Худшие показатели в этой пятерке у контактора Кристалла, которые совсем недавно входили в тройку лидеров. Юниор и Смена наверняка еще поборются за то, чтобы остаться в Суперлиге. А вот что может спасти Штальбург, не знает, видимо, и сама команда. Отыграв 9 туров, чемпионат впервые в своей истории уходит на перерыв. В следующие выходные стартует Кубок Лиги. Он продлится все новогодние каникулы. А возобновится чемпионат 19 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова